Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Одесса. Подведем итоги прошедшего второго квартала 2022 года. Традиционно будем говорить о первичном рынке, о вторичном рынке в разрезе классификации рынка недвижимости. И, конечно же, в конце видео я подведу итоги, так сказать, небольшие среднесрочные прогнозы до конца 2021 года. Естественно, их озвучу. Теперь переходим так, переключаю на слайды. Будем разбираться, что происходило с рынком жилой недвижимости в городе Одесса. Опираясь исключительно, друзья, на статистические данные, которые нам любезно предлагает компания Олимп Консалтинг. Перед вами карта города, точнее не города, а части Украины. Это у нас Причерноморский регион, куда входят три крупных областных города или центра. Это город Одесса, видим город Николаев, город Херсон. Напомню также всем моим зрителям, что все наши исследования мы проводим исключительно опираясь на административное территориальное деление Украины. Также один из основных методов, которые мы используем в своих исследованиях, этот метод, это метод статистического анализа. Итак, давайте попробуем разобраться, что нарисовано на карте. Я вам расскажу, как читать эту информацию. Ну, во-первых, мы будем сейчас говорить от общего, то есть говорить в целом, что произошло по городу Одесса. Период исследования видим у нас май-июнь 2022 года. На карте видим города и под каждым городом есть легенда карты этого города, естественно, где нарисованы, написаны, как угодно можно сказать, основные характеристики, которые характеризуют или показатели, точнее так, наверное, правильно сказать, которые характеризуют состояние рынка недвижимости. В городе Одесса мы видим период исследования у нас май-июнь, а вот город Херсон, город Николаев, здесь старые данные, но я их оставил, чтобы просто в динамике могли посмотреть, что происходило и в тех крупных тоже областных центрах. По мере, так сказать, проведения исследования эта информация будет возобновляться. Вот по поводу Херсона я не уверен, хотя там информация поступает, она незначительна, но может быть еще этот квартал мы закроем город Херсон, а потом, к сожалению, наверное, я не буду тратить время. Почему? Потому что там действительно рынок недвижимости не пока, ну то есть нет объявлений, нет объявлений, нет, естественно, статистических данных, и я не могу, так сказать, лукаво мудрствовать. Итак, город Одесса у нас. Город Одесса, период исследования май-июнь, видим количество предложений на рынке жилой недвижимости. Напомню, что сюда входит и первичный рынок в том числе, то есть это первичный и вторичный рынок. В июне месяце 11 769 объектов жилой недвижимости было выставлено для продажи, что, смотрите, показало нам снижение на 41,1%, ну у нас на 41% меньше, чем это было в мае месяце. Друзья, это те, которые риелторы мне рассказывают о том, что все подешевело на 50%. Посмотрите, как только усиливаются, ну назовем это артобстрелы, да, но это так оно и есть, того или иного региона, в данном случае мы говорим Одесса, Одесская область. Смотрите, как реагируют на это все продавцы, то есть они просто снимают в условиях войны, они просто снимают с продажи свои квартиры. То есть мы это видим по предложениям, которые мониторим по большим, так сказать, интернет-сайтам, порталам, электронным доскам. Поэтому они будут продавать вам недвижимость с дисконтом 50%, и эту недвижимость просто снимают с продажи, друзья. Дальше. Социальное жилье. Это вторичный рынок, снижение минус на целых 0,25% всего лишь за месяц. Квартиры, вторичный рынок, эконом, комфорт, бизнес-класс, также видим снижение минус на целых 0,20%. Первичный рынок, квартиры, эконом-класс, видим та же самая динамика, друзья. Ну, во время войны что может дорожать, да? Видим снижение минус на целых 0,59%, но мы не видим снижение на 50%, друзья. Ну, не читайте вот эти советские газеты, не слушайте псевдоэкспертов, ну, просто уважайте людей, которые являются участниками рынка, ну, нет глупых продавцов, как нет глупых и покупателей. Ну, наверное, есть люди, которые хотят на этом заработать. Дальше. Первичный рынок, квартиры, комфорт, бизнес-класс. Мы также видим снижение минус 0,21%. Единственное, что первичный рынок, элитный класс, это квартиры, показали нам незначительную динамику роста. Но, друзья, мы сейчас говорим всего лишь о колебаниях. В колебаниях это краткосрочные процессы, их большинство аналитиков или компаний, которые исследуют рынок недвижимости, практически не исследуют и не изучают. В силу того, что, ну, это очень трудоемкий финансово затратный процесс. То есть надо или большой штат людей иметь, или же, как это у нас организовано, дорогостоящие программы, которые мониторят рынок недвижимости. Поэтому мы одни из немногих, я это как бы не пиарю себя, это по факту соответствует действительности. Это компания Лим Консалтинг, я ваш скромный слуга. Мониторим ежемесячно рынок недвижимости. Неслучайно мой канал назван «Погода рынка недвижимости». То есть мы показываем вот эту погоду, замеряем ее, и я вам показываю в своих ежемесячных обзорах по всей Украине, друзья, заметьте. Не только по одному городу или по двум. Показываю эту погоду рынка недвижимости Украины. Также напомню, что из колебаний формируется линия тренда. То есть сегодня подорожало это колебание, завтра подешевело это колебание. А вот на протяжении месяца вот эти все флукулации или колебания, они выстраиваются в определенную линию тренда. И мы одни из немногих, еще раз скажу, первые начинаем, то есть видим формирующуюся линию тренда, так как мы мониторим рынок недвижимости ежемесячно. Но это я так себя похвалил, себя же не похвалишь, никто не похвалит. Теперь переходим от общего, так сказать, общей картинки, что происходило в региону, по уже то, что происходило в городе Одесса. Будем операться исключительно на статистические данные и говорить уже в абсолютных цифрах, то есть в долларах сколько стоило, стоил квадратный метр. В данном случае жилая недвижимость – это вторичный рынок. Перед вами карта города Одесса. Мы видим в разрезе административных районов. Мы видим также, что за период исследования, это май-июнь, наибольше всего подешевела жилая недвижимость в Суворовском районе, минус на целых 29 процентов. Но это спальный массив, друзья, очевидно, что так оно, наверное, и должно происходить. И меньше всего, так же не странно, как ни странно, это соответствует действительности. Приморский район, центральная часть города, ну, один из центральных районов города, примыкающий, естественно, к пляжам, к морю, мы видим снижение минус на целых 29 процентов всего лишь за месяц. Также есть вот здесь экселевская таблица. Вы можете посмотреть, что произошло по каждому району. В целом мы видим снижение социального жилья минус на целых 25 процентов. Переходим на следующий слайд. Также расскажу, как читать информацию данную. Вверху экселевские данные. Это табличка. Средняя стоимость квадратного метра по городу. Потом мы видим, что в выборку попали квартиры эконом, комфорт, бизнес-класс. То есть три класса. Это среднее ритметическое число, вот здесь по трём классам. Почему три класса, скажете? Ну, я и так, у меня достаточно длительные видеоролики, там 20 минут и больше. А если я буду по каждому классу разжевывать вам информацию, ну, может быть, это будет, во-первых, и неинтересно, а во-вторых, это превратится в такой полноценный, художественный двухчасовой фильм. Наверное, это неправильный подход. Поэтому я объединил три класса. И мы видим, что за всего лишь месяц, у нас 30 июня, стоимость квадратного метра по трём классам, это вторичный рынок, 1 тысяча 11 долларов за квадратный метр. И также показала нам отрицательную динамику минус 0,20%. Вы также можете посмотреть вот здесь город Одесса. Видим, что эконом, комфорт и бизнес-класс минус 0,20%. То есть это сводные данные, сведённые точнее, да, это более-таки мы их расшифровываем. Уже включаем то, что говорим о стоимости квадратного метра в разрезе административных районов. Города Одесса, естественно. Переходим в следующий слайд. Уже будет у нас первичный рынок, друзья, квартиры эконом-класса. Видим, что в июне 670 долларов за квадратный метр. Также хочу напомнить вам, что продаётся на первичном рынке всё исключительно за национальную денежную единицу. Это гривна. Для вашего удобства, я перевожу эту гривну по курсу Национального банка Украины в доллары, для того, чтобы вы в одной валюте могли сравнивать вот эти процессы, динамики, которые мы наблюдаем на первичном, и на вторичном рынке, где всё продаётся за, естественно, доллары. Итак, 670 долларов за квадратный метр. Также отрицательный динамик на 100,59%. Переходим к следующему слайду. Это первичный рынок квартиры комфорт-бизнес-класс. Объединил два класса. Это комфорт и бизнес. Всё в гривне перевёл в доллары по курсу Национального банка. Видим, что 30 июня 947 долларов за квадратный метр. И также отрицательная динамика минус на целых 0,29% за месяц. Но вы уже видите, как эконом отличается от комфорт-бизнес-класса. И последний класс на первичном рынке – это у нас элитный класс. А здесь вы видите совсем другие цифры. То есть это тем людям, которые любят говорить о рынке недвижимости, но ничего не понимают, что такое классификация. И вот там что-то себе размышляют на тему недвижимости. Видим, что 1417 долларов за квадратный метр перевёл по курсу Национального банка. Это у нас элитный класс, который вы не найдёте ни в городе Николаеве, ни в городе Херсоне. Только в Одессе строятся квартиры с подобными техническими характеристиками. И мы видим, что уже два района. Почему два? Потому что Киевский район, центральная часть, строят компании-застройщики квартиры этого класса. И Приморский район, центральная часть, там тоже есть с такими техническими характеристиками квартиры. То есть застраивается не просто вся Одесса этим элит-классом, а застраивается центральная часть. Итак, небольшое, но всё-таки динамика роста плюс по целых 14 сотых процентов. Мы проговорили про колебания. Я вам рассказал, что такое колебания. Это краткосрочный процесс, о том, что их никто не изучает. Теперь мы перейдём уже к долгосрочным процессам. Это у нас будут тенденции. Следующий слайд. Вот такая интересная гистограмма. Это график рисунок. Период исследования, естественно, это уже целый год или 12 месяцев. То есть мы уже о тенденциях говорим. Мы видим, что в течение 12 месяцев это вторичный рынок социального жилья подорожало 9,41%. Также, ну это привет тем риэлторам, которые не знаю, что они с чем сравнивали, но они сказали, что за три месяца всё пропало и квартиры подешевели на 50%. Мы сейчас разберёмся ещё с этим. Также видим, что средняя стоимость в июне месяца социальное жильё 802 доллара. И видите, индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок, единичка, запятая, 0,94. Что такое индекс? Друзья, ну индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует состояние рынка недвижимости. В данном случае это вторичный рынок, социальное жильё. И вот ещё раз, изменение стоимости квадратного метра во времени. Мы видим, как вот эта стоимость квадратного метра во времени менялась. Как считается этот индекс? Мы делим 802 на 733 и получаем вот эту цифру. Этот индекс, единичка, запятая, 0,94%. Мы по всей Украине делаем вот эти индексы. Это крупный проект как с украинскими банками, так и с зарубежными банками по всем сегментам рынка недвижимости. Мы готовим эти индексы для того, чтобы финансовые учреждения ориентировались в том, что происходит с рынком недвижимости Украины. Давайте очень постараюсь кратко рассказать, что помимо роста, что мы вот наблюдали или наблюдаем на этом графике рисунок. Вот смотрите. Стоимость квадратного метра росла. Росла причём она по 2, по 3%, по 4% до января месяца. В феврале месяца, если вы вспомните, 24 февраля всего лишь за вот эти 4 дня рынок недвижимости, если не обрушился на 50%, как рассказали нам риелторы, да, то мы увидели, что вот эта восходящая линия тренда стала менять своё направление, стала нисходящая. То есть совсем немного, но рынок отреагировал. И вот давайте мы сейчас попробуем пофантазировать. Ну, понятно, что по городу Одессы смотрят одесситы, да. И вот смотрите, 802 доллара за квадратный метр социальное жильё, это мы зафиксировали в целом по городу в феврале месяца. И вот представьте, что, как говорят риелторы, на 50%. То есть за 400 долларов в квадратный метр, по их им, так сказать, предположениям, можно приобрести в Одессе квартиру. Я думаю, что это бред на вторичном рынке. Ну, если не верьте, перепроверьте, у вас есть все возможности. Интернет даёт такие возможности юзать по сайтам, где публикуются объявления. И вы, наверное, или согласитесь со мной, или же просто, как оно называется, примите позицию профессионалов-велторов, которые сказали, что всё пропало, и рынок недвижимости подешевел на 50%. Ну, это так, да. У меня очень много знакомых риелторов, профессионалов. Я просто очередной раз, как злобный, так сказать, тролль, хочу им напомнить, что профессионализм заключается не в ключевых фразах, которые они всегда говорят своему клиенту. Я уже 20 лет работаю на рынке недвижимости. Это ни о чём, друзья. Профессионализм заключается в том, что человек, который о чём-то говорит, он должен это аргументировать какими-то фактами. Если нет этих фактов, то все вот эти разговоры о том, что 20 лет на рынке и там больше, это ни о чём. Вот смотрите, с февраля месяца мы видим, то вырос немножко поднялся, потом опять спустился. Но в целом линия тренда стала снижаться. И чем горячее становится в Одессе, чем больше артобстрелов Одесса, Одесская область, тем, естественно, мы видим, меньше выставляется на продажу квартир и тем сильнее или быстрее снижается стоимость квадратного метра. Поэтому вот такие тенденции, которые мы наблюдаем. Ну и давайте традиционно, как я уже говорил, закрываю пока слайдов, о среднесрочных прогнозах до конца года. Начнём с первичного рынка, друзья. Ну, первичный рынок пострадал наибольше всего, не перестану об этом говорить. Вот мы читаем много в интернете там и специалистов, и там, я не знаю, ну, вроде нормальные люди, вроде как бы должно быть адекватные. Но смотрите, первичный рынок. Давайте разберёмся, кто инвестировал в первичный рынок. То есть это прагматичные люди, которые хотели заработать. Не сложно было посчитать их доход и в итоге прибыль. То есть инвестирую в ранней стадии строительства, ну, в компанию, естественно, которая достроит этот объект. И потом, при всём, при том, что мы наблюдаем, что у нас гривна катастрофически просто девальвирует по отношению к твёрдой валюте к доллару, то есть бесценивается. То есть вкладывая гривны в начальном этапе, в конце получая где-то проект два, ну, два с половиной, ну, максимум три года, и дом сдан в эксплуатацию, если мы говорим о жилой недвижимости, и вы можете уже в долларах продать эту квартиру. И причём продать её по достаточно интересной цене. То есть хороший бизнес, хороший бизнес, хорошая доходность. Другие инвесторы просто после сдачи в эксплуатацию дома сдавали в аренду эти квартиры, получая тоже хороший доход или пассивный доход. То есть здесь всё было понятно. И вот смотрите, ну, это было до войны. Что произошло сейчас? Сейчас эти инвесторы, которые инвестировали до войны, они получили неизвестность. Почему? Да они, ну, не будут, это моё мнение, не будут компании-застройщики во время войны выполнять взятое на себя обязательство. Или большинство, вот так назовём это, да, большинство компаний. То есть после войны, да, но за это время что произойдёт? Кто-то уйдёт с рынка, обанкротится, не обанкротится. То есть деньги-то уже инвестированы. И поэтому думали получить прибыль, а получили неопределённость. То есть о инвестициях успешных, выгодных не можем даже и говорить. Поэтому первичный рынок, друзья, пострадал наибольше всего. Ну, то есть я пытаюсь очень так логику разжёвывать инвестора, да, человека, который хочет заработать, не просто вложить куда-то деньги. Теперь о вторичном рынке, друзья. Вторичный рынок, он будет неактивный на протяжении, я думаю, что всего периода войны. Почему? Потому что, ещё раз повторюсь, ну, я не вижу вот адекватных людей, которые, ну, это фокус-группа на самом деле. Может, они там ездят, я могу ошибаться, вы поймите, я не знаю, не могу знать всё. Но вот как по мне, адекватный покупатель и продавец, он не будет ни продавать, ни покупать. Почему? Потому что во время войны это неопределённость. Продать для чего? Для того, чтобы купить мешок соли, с учётом того, что там мужчинам нельзя выезжать не просто уже за пределы Украины, нельзя там за территорию области выехать, да. Ну, а многие ж мужчины и женщины также являются собственниками. Поэтому рынок недвижимости на самом деле будет очень неактивный. Кто-то, конечно, кто имеет такую возможность уехать со стороны, он будет продавать недвижимость. И, естественно, будет там дисконт какой-то. Но не 50%, я в этом даже не сомневаюсь. Люди, которые меня смотрят, вы, наверное, уже видели, я показал вам историю украинского рынка недвижимости за 30 лет. Ну, не было там таких вот прямо сразу же на 50%. Да, на протяжении нескольких лет мы можем, в зависимости от того, как пойдёт ситуация, насколько продлится война, такие итоги этой войны будут, там, может быть, в течение нескольких лет и подешевеет недвижимость на 50, а может и больше. Так вот, друзья, вторичный рынок, ещё раз повторюсь, будет неактивный. И, естественно, я буду вам об этом говорить. Раз квартал, квартал у нас второй закончился. Мы увидим на сайте службы статистики Украины, надеюсь, они это будут делать, информацию о количестве транзакций. Я сразу записываю видео и публикую его, знакомлю вас с цифрами, не моими цифрами уже. Но я не сомневаюсь, что активность будет очень-очень маленькая в целом по Украине. Вроде рассказал, друзья, всё. Пришло время прощаться. Хочу напомнить вам, что подписывались на мой канал. Канал исключительно для думающих людей. Многие мне там пишут, Андрей, а чего так много подписчиков? Ну, ещё раз говорю, что мы не собираем, вот это, знаете, есть эксперты, которые собирают сплетни в интернете. Потом они на основе анализа этих сплетен начинают уже из себя изображать ньюсмекеров, которые говорят, что произошло на ренте недвижимости. Мне вот со стороны очень интересно смотреть. Ну, я не в плане там, правильно они делают или неправильно. То есть мы готовим уникальный контент. Вы не найдёте этих цифр. Эти цифры готовятся только нашей компанией, это Alimconsulting, естественно, мною. Поэтому с цифрами работает очень много, вернее, мало людей. Большинство моих подписчиков – это люди, которые имеют отношение к банковской системе, люди, которые имеют оценки, и, конечно же, риэлторов, которых я люблю и уважаю. Но это незначительное количество людей, которые действительно могут самостоятельно на основании тех фактов или цифр, которые я предоставляю в своём видео, делать свои заключения, независимо от того, что я вам говорю. Поэтому, друзья, ещё раз подписывайтесь для того, чтобы знать, что происходит на рынке недвижимости Украины. Вроде рассказал всё, себя похвалил. И до встречи в следующих моих видео.